Всем привет, с вами Дэн, и сегодня у меня для вас нечто уникальное. Впервые на гитатру французские часы, и это марка Бристон. Это французский бренд, достаточно много коллекций у них, разнообразных, продаются по всему миру, но вот в России, кстати говоря, не представлены. Давайте смотреть. По-необычному сделано, потому что Франция. И мне всегда интересно раскрывать коробочки с брендами из каких-то стран, которые раньше я не встречал, и которые не являются, скажем, в современном мире какими-то особо часовыми. Хотя, конечно же, Франция – это часовая страна, но для большинства людей, понятное дело, что она не на первых ролях. Хотя, напишите, кстати говоря, в комментариях, какие французские бренды часов вы знаете. Уверен, что уж 5-10 классных брендов наберется точно. Смотрите, что у нас тут. Такая под войлок, что ли. Упаковка. Интересно, необычно. Значит, гарантийная карточка. Инструкция. Клабмастер коллекшн. А вот, кстати говоря, их некоторые модели, ремешки. Сразу, да, подушкообразные корпусы, панира и стиль. Что здесь еще? Ну, здесь то же самое. Ну, так, необычно. Прикольно, я бы сказал. А здесь у нас сами часы. Эта модель называется Клабмастер Айконик Стил. Стил – это, соответственно, версия в стали. Стоит такие часы 410 евро. Бесплатная доставка по всему миру. Гарантия 2 года. Возврат 30 дней. Бесплатный. Внутри стоит механизм Сейка NH35A. Соответственно, распространенная рабочая лошадка, как вы знаете. 21 600 полуколебаний в час. И запас хода 41 час. Чем хороший этот карибер? Надежный. И отремонтировать можно в любой подвороте. Стоит, естественно, недорого. Ремонт везде доступен. Потому что для многих это важно. Безусловно. А здесь у нас серебристый цифер. Серебристые метки и стрелки. Кстати говоря, метки и стрелки покрыты родием. То есть, не будет никакой коррозии, никакой гадости с ними. Это хорошо. И стрелки форма такая дофина называется. Водозащита 50 метров. То есть, помыть руки, сходить в душ. Подушка панирая, как мы видим. Есть небольшой такой закос заводной головки под радиомир. Но, в целом, если не брать подушку, то вполне самостоятельный дизайн. Ничего здесь с точки зрения циферблата на PAM, в общем-то, не похоже. И это хорошо. Потому что многие любят часы в стиле и форме подушки. Но при этом не хотят, чтобы это было именно хамаш панирая. Здесь как раз это для меня вообще не хамаш. И это хорошо. Здесь у нас есть референс этой модели. Но, в принципе, на сайте достаточно просто. Можно все найти. Заводная головка не завинчивается. Пользоваться достаточно удобно. Хотя она маленькая. Я имею в виду в плане подзавода. Но вот вытащить ее не самая простая задача. Хотя они специально сделали здесь небольшой такой вырез. То есть, нужно именно ногтем. И тогда можно стрелки передвинуть. Но зато, собственно, на запястье ничего мешать не будет. Давайте по размерам посмотрим. А потом уже дальше будем знакомиться с моделью. Значит, что у нас по диаметру? 40 миллиметров. Высота, мне кажется, небольшая. Да, меньше 12. Ремень, наверное, 20 где-нибудь. И от ушка до ушка. 46 примерно. Небольшая модель-то. Вполне себе универсальные часы. На каждый день. Смотрите, у меня запястье 18,5. Небольшие часы. Очень аккуратные. Можно, на самом деле, под рубашку носить. И они прям мешаться не будут. Ни заводная головка, ничего. И корпус такой очень сглаженный. Классные часы. Слушайте, а мне нравится. Такой малыш и прикольный. Красивый цифер, кстати говоря. Не просто белый какой-то. И не просто серебристый. А вот что-то есть в нем. Еще вот такая текстурка на корпусе. Метки стрелки симпатичные. Аккуратно мне понравилось. Как дата сделана. Окошко дата не мешается. Но при этом достаточно крупная. И шрифты нормально подобраны. И коротенькая у отметки 6 метка здесь. Длина стрелок аккуратная. Слушайте, ну по дизайну здесь все прикольно. А то, что я вижу здесь зеркальная только полировка. Сделана она аккуратно. Все хорошо зеркалит. Никаких тут никаких косяков я не вижу. Шагреник какой-нибудь, не знаю. Приятненько. Слушайте, приятненько. Естественно, отпечатки набирает моментально. Так, вот она сейка. Базовая совершенно отделка. Свист дизайн. Швейцарский дизайн написали. Зачем? Лучше бы написали французский. Все-таки это было бы интереснее. Ремешок системы быстрой замены. Это вот на язычок. Нажимаем, вытаскиваем. Удобно. Приятный, тоненький ремешок такой. Под винтажный у нас, да? И цвет интересный. Простройщик аккуратная. Слушайте, мягкий, приятный ремень. Мне нравится. Что у нас с застежкой? Ну, застежка простенькая. А? А хорошие часы-то? Очень даже аккуратно, симпатичные ушки какие коротенькие. Не знаю, как вам. Мне нравится эта модель. У них очень много расцветок. Посмотрите на сайте. Там выбор очень даже приличный. Есть кварц, есть механика. Ну что, посмотрим макро. Так, ребята. Ну что, у нас здесь аккуратная, да? Окошко даты. Метки, аккуратненькие. Печать. Стрелки. А что-то косяков нет. А? Что-то я не понял, где косяки. А вот. Иники. А вот. Ну что же, товарищи К сожалению, косяков не обнаружено Я вынужден признать Что часы классные И своих денег стоят Если нравится такой дизайн PAMA стиль, но при этом Легкие аккуратные часы То 410 евро за них Это вполне себе нормально Да, механизм здесь далеко не премиальный Но качество превосходное Отделки, корпуса, циферблата Здесь никаких вопросов нет Самобытный бренд Вполне себе приятный Радует, что появляются новые интересные бренды В том числе на канале GitaTroot И можно показать что-то необычное Чего еще нигде не было Класс! Мне часы понравились Ничего не могу сказать Реально нравится Понятно, что цена, наверное, не для всех Многие предпочтут что-то более известное За эти деньги Но если дизайн нравится То все классно Пишите, как вам эти Бристон Какие, может быть, другие часы Из их номенклатуры нравятся Посмотрите на сайте Там есть на что поглядеть Интересного Не забываем, естественно, ставить Лучший на YouTube лайк Я на этом с вами прощаюсь Всем пока С вами был Дэн Увидимся! Продолжение следует...